Подходит к концу учебный год и наверняка гвардия маленьких очкариков скоро пополнится. Как все-таки сохранить зрение ребенка, узнаем у моей сегодняшней гости, детского врача-офтальмолога ВРКБ Нурланы Аскеровой. Нурлана Гасановна, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот сейчас уже бытует мнение, что ребенок буквально рождается с гаджетом в руке и с двух-трехлетнего возраста уже просто его не выпускают из рук. Как это отражается на детском зрении? Много ли у вас сейчас пациентов? Все верно. Да, все верно. Как мы знаем, идет тотальное внедрение цифровой технологии в наш мир. Это от компьютеров до сотовых телефонов. Поэтому это большая проблема, актуальная проблема сохранения зрения у детей. И, конечно, предотвращение какой-то патологии глазной. Поэтому мы боремся, мы разговариваем, беседу проводим с родителями. Скажите, пожалуйста, а сколько в день все-таки можно уделять внимание гаджету? Безопасное время. Смотрите, любая зрительная нагрузка на близком расстоянии должна быть 20-25 минут. Вот ребенок посидел за компьютером, сделал какие-то онлайн занятия, позанимался, почитал, делает перерыв 10-15 минут обязательно. Перерыв и желательно зрительная гимнастика. Расскажите подробнее в гимнастике. Зрительная гимнастика – это, значит, мы рекомендуем дома проводить хотя бы 2 раза в день по 5 минут. Это круговые движения вправо, влево, вверх, вниз глазного яблока, да, мышц, чтобы тренировать мышцы, расслаблять. Особенно гимнастику следует делать после занятий. В 10-15 минут есть определенные методы, которые мы озвучиваем на приеме. Какие еще факторы могут вызвать ухудшение зрения у ребенка? Еще факторы такие, как плохое освещение рабочего стола. Это очень важно. Далее даже неправильный подбор детской мебели. То есть это нужен определенный размер мебели, чтобы соответствовал росту ребенка, чтобы ноги упирались на пол. Это очень важно. Третий момент – это плохое питание ребенка. Недостаточно витаминов. Нужно обязательно это учитывать. Также несоблюдение труда и отдыха, зрительной нагрузки на глаза, то есть работы за компьютером. Как часто Вы рекомендуете проходить осмотры, посещать врача-офтальмолога? Ежегодно. Значит, первый профилактический осмотр мы проводим на первом году жизни. Далее мы зовем в год и далее ежегодно. Нурлана Гасанна, а вот при ухудшении зрения можно ли заниматься спортом? Потому что дети обычно активны, их сложно остановить. Вот Ваши советы в этом направлении. Не можно, а нужно. Во-первых, спорт – это укрепление иммунитета и общего организма. А глаз – это часть общей системы. Поэтому обязательно дети, которые занимаются танцами, спортом, у них медленнее прогрессирует близорукость. Обязательно нужно заниматься спортом. Тем не менее, какие-то запрещенные все-таки есть? Запрещенные – это смотря уже какая степень близорукости. Если уже идет от средней степени до высокой степени, там уже есть ограничения в спорте. Например, это какие виды спорта? Это борьба, бокс, такие силовые нагрузки. Я вижу, что многое все-таки в руках родителей. Есть много возможностей сохранить детское зрение. Спасибо большое за Ваши советы. Спасибо, что пришли. А я напомню, что в нашей студии была детский врач-офтальмолог Нурлана Аскерова. А теперь к другим темам. Спасибо.